Почему хорошо, и полезно, и здорово, и классно, и приятно, и важно, самое главное, иметь много разных женщин? Почему хорошо, когда есть опыт в общении с разными девушками? Я об этом уже говорил в одном из моих видео для женщин. Ну, как бы, в чем польза для женщины? Допустим, когда у мужчины никого никогда не было, ну, то есть он увидел девушку, влюбился, все, у них там свадьба, чувства и так далее. То есть проходит лет там 5-10, у них появились дети, и вот в этот момент мужик встречает кого-то на стороне, какую-то женщину, да, там, классную. И он начинает думать, блин, я ошибался всю жизнь, я, оказывается, жил не стоит, то есть я не тупо любил, вот она моя любовь на самом деле. То есть он влюбляется в эту свою любовницу, и из-за этого он рвет отношения с семьей, там, отказывается от детей, не знаю, там, разводится с женой, думает, что вот, я всю жизнь ошибался. На самом деле, и там через какое-то время он понимает, что, блин, это всего лишь было увлечение, да, и его послали нахер, как бы, и он уже и жену бросил, и все, и семья разрушена, и вот, как бы, это очень негативно, это очень плохо. Почему хорошо, когда у мужика было много женщин, да, потому что, и чем больше женщин, тем больше, потому что он уже выбирает, как говорится, нихуем, мозгом, душой, телом, сердцем. То есть, когда у него было много женщин, и он нашел в себе одну единственную какую-то жену, даже если он, прошу, там, 10 лет с ней, и у них там ребенок и все прочее, и даже если он встретит кого-то на стороне, да, какую-то там девушку, и влюбится в нее, он все равно будет понимать, что это всего лишь увлечение, это временное увлечение. А жену я выбирал по другим принципам, по другим каким-то критериям, и он никогда, ну да, он может сходить налево, там, заняться. Сексом с той женщиной несколько раз, да, но он никогда не будет рушить из-за этого свою семью, расставаться с женой и, там, бросать детей, потому что он понимает, что это всего лишь секс, это всего лишь страсть, а жена – это, ну, это любовь, увлажение и так далее. Поэтому, естественно, я считаю, что у мужчины давно должно быть больше женщин, как можно больше. Еще плюс в том, что ты начинаешь узнавать, как бы, у женщин лучше, ты начинаешь их отличать. То есть, как правило, когда у мужика доступ, там, к какой-то попавшейся первой девушке, да, то есть, а не ко всем, которых он хочет, он не видит ее недостатков, он не видит ее косяков, то есть, или он их принимает, он считает, что так и должно быть. А когда у тебя были разные женщины, ты начинаешь понимать, что вот в этой такие плюсы, в этой другие плюсы, в этой это нравится, это не нравится. То есть, и со временем ты начинаешь, как бы, формировать в голове картинку, какой должна быть твоя идеальная женщина. То есть, ты понимаешь, что ты хочешь найти в каждой, вот в той девушке, с которой ты свяжешься жизнь, на которой ты женишься. Естественно, что людей без недостатков не бывает, да, но, как бы, в том, что, ну, я верю в то, что когда-нибудь я найду и встречу ту самую идеальную женщину, которую я, как бы, вот, в своей голове сформировал, какой она должна быть, ее образ. У меня было очень много женщин, у меня было больше 300 женщин в плане секса за последние, там, 7-8 лет. И у меня было, ну, наверное, там, может быть, 50-60 девушек в плане коротких романов, коротких отношений. Были и долговременные отношения, были и короткие какие-то отношения. То есть, короткие отношения, ну, там, не знаю, две недели, месяц, то есть, мы с ними общались, встречались, занимались любовью, там, куда-то ходили, что-то делали вместе, то есть, и ты начинаешь понимать, что вот, вот в этой девушке, вот, вот мне понравилось вот это. Вот, допустим, была такая, ну, было очень много женщин, допустим, ну, была такая вот Настенька, там, которая очень классно делала меня, то есть, она очень классно занималась сексом, мне очень нравилось, когда она делала вот так вот, когда я хотел кончить, то есть, показывала, что сделала, что ты ко мне, ну, в рот. То есть, в ней были такие плюсы, она была веселая, там, была, там, допустим, некая Ксюшечка, и она очень умная девушка, она очень серьезная, самостоятельная какая-то, независимая, то есть, вот с ней очень классно, там, вот в этом, то есть, ты понимаешь, что вот, да, мне нравится мне вот эта черта, да, есть какие-то недостатки, ты понимаешь, что вот она слишком сильная, слишком такая волевая, и рядом с ней, чтобы почувствовать себя сильным мужиком, надо очень сильно постараться, как бы. Мне вот это не нравилось, допустим, я уже понимаю, что вот это нравится, вот это не нравится. Была моя любимая девушка, Светочка, которая навсегда останется в моей памяти, в моем сердце, и... Ну, она была практически во всех отношениях идеальная, такая же подрывная, как я, то есть, она не сидела дома, она куда-то любила выходить, там, прыгать с тарзанки, с моста, не знаю, то есть, она делала то же самое, что и я. Она делала мне офигительный массаж, причем сама предлагала, то есть, она мне очень вкусно готовила кушать, то есть, и ты понимаешь, что вот от этой женщины, вот в ней вот это хорошо, вот в ней вот это хорошо, в это и вот это хорошо. Есть такая Ирочка, замечательная девушка, тоже она добрая, хорошая, милая, славная, то есть, и общаясь с многими, с многими, с многими, ты формируешь вот какой-то вот портрет, чего бы тебе хотелось видеть вот в той женщине, которая рядом с тобой. И я желаю каждому из вас попробовать многих, да, стремитесь к тому, чтобы попробовать многих, чтобы вы выбирали себе жену, если уж не по любви, да, то хотя бы по логике, то, что вот мне с этой девушкой во всех отношениях приятно и хорошо. Это очень круто, ребята. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!